И вот уже слышен голос нашей гости. 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особые мнения». Я, Анна Лапшина, вас приветствую. И приветствую гостя студии Марину Сазонтову, первого секретаря Кировского горкома КПРФ и депутата законодательного собрания Пятого созыва. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый день. Да, мы тут немножко в перерыве говорили, обсуждали темы, которые мы сейчас вам предложим и которые Марина Сергеевна проанализирует, поможет нам, может быть, в них разобраться. Я напоминаю, что можно задавать вопросы нашей гости на нашем сайте эхокирова.ру через форму анонсов. Вопросы уже есть, и мы к ним обратимся чуть позже. Но поскольку у нас декабрь, это время уже подведения итогов уходящего года, мы сейчас всех гостей нашей программы «Особые мнения» просим по возможности подумать над тем, какие хорошие события, на их взгляд, произошли в Кировской области и с Кировской областью в уходящем году. И какие огорчительные, может быть, события произошли. Вот с этого, наверное, хотелось бы начать, Марина Сергеевна. Вы знаете, готовясь вот к этому эфиру, для меня большая трудность была положительное найти, и вчера, так сказать, и сегодня. Но положительное таких два момента. Первый. Я думаю, этот год значимый для всех, у кого появились малыши в семье. Вот всё равно это радость, это надежда, это будущее. Поэтому это, наверное, очень положительный момент. А вот второй, да, очень тоже долговынашиваемый, но реализуемый, и мы уже реализовали наш проект «ГТО. Путь. Шаг к победе». В нашем доме, это октябрьский 95, всё-таки мы выиграли нынче грант «Мой город, мой двор», и у нас стоит и воркаут, три тренажёра, теннисный стол, шахматный, там, баскетбольный, волейбольный, так сказать, это всё это есть. Это реализовано. Это подвигло и автолюбителей, которые тоже скинулись и сделали себе, так сказать, ещё площадку дополнительную под автостоянку. Оборудовали, да, парк? То есть у нас там рябья не стало, да. Вот это, пожалуй, положительное, потому что если я раньше на субботники выходила, ну, от силы вот и то, друзья моего сына, кто там остались, завёвших, им неудобно отказаться. А сейчас я уже со счёта сбивалась, там, 35 и уже больше. А много жителей у вас в доме? 63 квартиры. То есть это не так много, если учитывая и дом старый, и пожилых людей много. То есть вот это второе дыхание, наверное, появилось. И вот это, пожалуй, положительное, что мы лет 7, наверное, раскачивали советом дома, вот этим ТОСом, и всё-таки результат появился именно в этом году. Пожалуй, это положительное. Я очень благодарна Анне Тарасовой, это стироуправление Октябрьского района, которое, несмотря на наше глубокое разочарование в 15-м году, в 16-м не участвовали, вот в 17-м году, и всё-таки мы это сделали, подняли людей. Большая заслуга. И вот это, наверное, очень положительно, когда люди уже не надеются особо ни на кого, а начинают сами решать проблемы. Ну, это такой пример комьюнити и гражданского общества, да, в миниатюре, когда всё-таки нужно решать что-то, да, нужно что-то делать, и вы сделали. Хорошо, о плохом будем говорить? Вы знаете, если мы сейчас займём эфир перечислением всего того, что не удалось, то, что всех напрягло, то я думаю, что это займёт очень много времени. До завтра не уйдём из тужи. Мы лучше перейдём к проблемам, потому что, конечно, я назвала бы знаковым событием, которое ещё у нас прошли в столетии Великой Октябрьской социалистической революции. У нас участвовало очень много школьников, которые участвовали в открытом фестивале «Аврора». Мы их организовали. Мы — это КПРФ. Тут очень активно у нас такое движение патриотическое «Русский лад». Для того, чтобы нас не привлекали какие-то политические или нет дела, вот такое движение всероссийское оно есть, и мы в рамках областного, нашей области провели этот открытый фестиваль. И концерт был замечательный. Его подготовила очень профессионально Наталья Станиславовна Ширяева. Поэтому очень было много довольных. Все довольны. Ещё одну приятную событию вспомнили. Да, которая мы смогли это сделать. У кого память не отшибла, это, в общем-то, было тоже знаково. Впереди ещё нынче 95 лет создания СССР, 30 декабря, ну и 21 декабря, столетия Кировской правды, которая была создана, Вятская правда. И в которой в нашем РСДРП работали. Да, в родной газете. Так что даты есть, они положительные, они помогают нам, в общем-то, как-то осмыслить, почувствовать какую-то значимость, что год не зря проходит. Что-то есть. Отрицательные люди видят сами. Я так думаю, по тем вопросам, которые стоят, мы будем говорить о проблемах. Это то, что предстоит. Если бы не было этих проблем, наверное, тогда не проводили мы бы митинги, например, 16 декабря в 11 часов. Как раз очень многие просят высказать своё отношение, чтобы публично о том, с какими проблемами они сталкиваются, которые не решаются. Так что вот мы собираемся, правда, нам не разрешили непосредственного памятника Степану Калтурину поближе, например, угол большевиков и московские. Но вот будем в субботу встречаться. Ну, там разрешённые мероприятия, да? Конечно, конечно. Согласованные. Во сколько? В 11 часов. То есть, если кто-то хочет высказаться? Безусловно. Звонков очень много приходит, обращений. Поэтому вот, если бы не было проблем, не было необходимости в проведении подобных мероприятий. Понятно. Ну, я даже не знаю. Давайте, может быть, к нашим вопросам перейдём. Тут есть гневный вопрос, касающийся здравоохранения. Его, я думаю, что задам вам чуть-чуть позже, когда мы к теме здравоохранения обратимся. И есть ещё один вопрос. Он такой более общий, скажем так, не касается только Кировской области. Наверное, давайте мы с него быстренько начнём и потом уже перейдём к нашим вопросам. Значит, спрашивают вас вот о чём. Практически началась президентская выборная кампания. О выдвижении заявили Жириновский, Гордон, имеется в виду Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Алексей Навальный, но с Навальным непонятна пока ситуация. На днях объявил Путин. Везде и всюду началась неприкрытая агитация. Каковы ваши прогнозы на эти выборы? Что вы думаете обо всём происходящем? Могу сказать о нашей позиции КПРФ. Завтра у нас встреча с секретарями районных отделений. По всей области мы встречаемся для того, чтобы их позицию, мнение коммунистов всех обсудить, свою точку. И вот нас трое, Сергей Павлович Мамаев, Михаил Кремлёв и я, мы едем на второй этап 17-го съезда КПРФ, который состоится 23 декабря в Москве. Будет там решаться вопрос о выдвижении кандидатуры от КПРФ. То есть будет объявлено имя человека, который будет представлять партию на выбор президента. Я думаю, да, это решение, в общем-то, для этого второй этап и проводится. Какие прогнозы? Я не любительница гадать. Я просто вот вижу Рожилиновского. Как только нужно вот эта предвыборная какая-то компания, значит, дается Зелёная улица Рожилиновскому для того, чтобы отвлечь так называемый электорат, который готов, расталкивая там друг друга, топча там и так далее, получить какую-то или купюру, или там какой-нибудь платочек, или там, когда проезжает поезд. Вот знаете, это самое страшное, когда людей, прошу прощения, превращают в некое стадо. Морковка одна, но от надежды что-то ухватить, что-то получить. Никто не задумывается, откуда деньги у того же Жириновского на такой вот этот поезд, который катается, денежки раздаёт. Это деньги, в общем-то, народные деньги. Уж если вам, так сказать, повезло, дали, радуйтесь, это ваши, так сказать, деньги, а не Жириновского, потому что такое количество денег просто у человека быть не может. Надо задумываться, откуда у партии могут быть такие деньги. Но может быть пожертвования. Ну давайте не будем пожертвования кого? И для чего? Не знаю, в избирательный фонд. У нас же скидываются периодически. Для чего? Для того, чтобы отвлечь, так сказать, мнимую оппозицию. Я всегда привожу пример по Жириновскому, когда ему со мной не повезло. Где-то 2006 год, когда вводили вот этот транспортный налог, против которого потом, кстати, и Путин выступал, что мы обдираем автовладельцев, беря и акцизы, и транспортный налог, его надо отменять. Так вот, когда Жириновский публично заявлял о том, что он категорически все против этого транспортного, вся фракция, его фракция с ним вместе голосовала за этот транспортный налог. В Госдуме? Конечно. Вот не надо сегодня быть, вернее, надо быть немножко фомой неверующим. Когда тебе официозные, вот эти все, и официальные лица, официозные там СМИ и так далее, пытаются какую-то одну информацию донести, но попытаются зайти на другие каналы. Есть там красная линия, например, КПРФ. Не хочешь КПРФ, зайди на другие. И сопоставь, почему вот тебе дают одну информацию, а фактически она другая. Потому что что является объективным, да, для корреспондентов, для журналистов, для того, чтобы мы озвучили и распространили информацию. Это какой-то некий документ. Вот покажите, а с какими кто там выходит, кто знает, а как эта фракция голосует. Но если вся справедливая Россия во главе с Мироновым, они сразу готовят поддерживать Путина, ну, можно проследить, значит, партия... Что будет дальше, с кем она. Да. Вот в этом отношении, да, сегодня выдвигают себя очень многие. Одни говорят, я иду там, вот нет у нас голосования против всех, голосуйте за меня, покажем. Это вы про Ксению Собчок? Ну, хоть и про нее, там и многие другие, так сказать, также пытаются заявить, что мы вот действительно оппозиция. Но когда смотришь порой на эти позиции, на ее действия, за этим, извините, ничего не стоит. Это сотрясание воздуха порой идет. Программа, вот если давайте посмотреть, очень многие программы, самое интересное, можно надергать, давайте, может, сейчас составить идеальнейшую программу, да? Но каждый скажет, ну, это же бумажка, а что вы конкретно для этого делаете? Вот если взять тех же детей войны, у нас получается, что Великая Отечественная война, она вообще не Великая Отечественная была, а так в нескольких регионах. Потому что дети-то они не войны, дети регионов, которые не участвовали в войне. Вот кто смог, более, так сказать, не дотационные регионы, они какие-то льготы... На местном уровне. Предложили, да. Ведь это несправедливо и не решается уже годами. Наша фракция неоднократно выходит. Кто поддерживает? Почему до сих пор? То есть это на государственном уровне, вы считаете, надо сделать все? А как Великая Отечественная война? Это она в регионы шла или все-таки на всю страну? Конечно, на всю страну. Вот надо разбираться в том, что, безусловно, если у нас есть там ветеран труда Кировской области, да, это наше звание, и мы, по крайней мере, какие-то условия. Но если есть общесоюзные, общероссийские, так нужно, наверное, это понимать и выдерживать. Иначе как получается? Ты федеральный там ветеран труда, вот мне рассказывали. Приезжаешь в Москву, там метро смотрят, а ты не московский. Нет, платье по полной. Вот тогда не надо говорить, что ты там федеральный льготник. Надо говорить, ты вот ветеран Кировской области, ветеран труда и так далее. Вот когда такая неразбериха и когда детям войны вот эти обещания дают и не выполняются, когда вот недавно совсем с Анатолием Кондратьевичем Митилевым, который возглавляет у нас областную, он встречался в министерстве там социальной, да, говорили, ну как вот хотим ветеранам, первое, вне очереди медицинское обслуживание. Те же дети войны говорят, вы знаете, мы еще до инфаркта не хотим. Попробуйте в очереди, вот она есть, да, пройти мимо и сказать, я дитё войны. Ты наслушаешься такого, что тебя просто со скорой куда-нибудь отправят. Лучше посидеть. Лучше посидеть. Второе, когда, значит, первоочередное устройство в дома-интернаты. Дети войны говорят спасибо, потому что, ну, это уж крайне, говорят, хорошо, что хоть не на колобище в первую очередь. Ну, жестко оценивают такие вот прописанные словами, как в законопроектах, фразы, которые, в общем-то, не соотносятся с той ситуацией, которая действительно у некоторых детей войны сегодня сложилась. Поэтому, когда мы говорим о выборах, вот я предлагаю всё-таки зайти несложно сегодня посмотреть итоги голосования. А как этот человек, как представитель этой партии, за что он выступал, за что голосовал? А что выступал на словах и что поддерживал там или не поддерживал на деле, да? Нет. И выступал ли вообще с этой инициативой? Потому что иногда все красиво говорят, что ты ищешь законопроект от этого, а его нет. Когда очень красиво, да, что-то там, поправочку присвоить, значит, там, себе, а в принципе у нас фракция это выполняла там уже не третий или какой-то созыв. Марина Сергеевна, мы должны сделать небольшую паузу, перерыв, и мы вернёмся в студию. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат законодательного собрания пятого созыва у нас в студии. Продолжаем программу «Особые мнения». Тему выборов мы её не закончили, мы к ней обращаемся снова. И поэтому, когда у нас сегодня кандидаты выдвигаются, это люди публичные. У Путина были майские указы. Пусть каждый соотнесёт не то, что ему с экрана говорят, как вы хотели хорошо жить, а посмотрит по своему кошельку, по тем затратам, по тем условиям, в которых он живёт, устраивает его, слышит ли его конкретного каждый человек. Поэтому, я считаю, на выборах не надо, может быть, есть заслуги внешние какие-то, так сказать, идёт, эта позиция для этого МИД у нас там в государстве идёт. Но мы тут живём. Почему порой забывают о гражданах России тех условий, Не до мелочей. И принимая решения антиконституционные, фактически, там записано в Конституции, мы только-только день Конституции отмечали, нельзя принимать решения и законов, которые ухудшают положение людей. У нас сплошь и рядом, например, введя этот полуторный прожиточный минимум. Какое ограничение? Где-то в Конституции прописано, что можно так ограничивать. А там разница может быть в 50 рублях или в 100, а не в то, что там больше. Это мы сейчас имеем в виду льготы на проезд, я так понимаю, и прочие льготы, которые у нас рассчитываются, исходя из полутора прожиточных минимумов. конечно. Поэтому, с другой стороны, когда Медведев вдруг вносит решение, по-моему, оно уже принято. Если у нас разница должна быть, вот почему вводили, так сказать, как это закон, что руководитель не может получать зарплату в соотношении 1 к 10 к самой минимальной, которую у него в организации. Это касается раньше только федеральных, по-моему, сейчас и областных, и муниципальных. Медведев тут же озаботился и увеличил эту пропорцию 1 к 15. А у остальных, так сказать, видимо, жизнь хороша. Вот когда такие противоречивые решения, как на них реагирует президент, почему-то, не знаю, может быть, у него больше на международное, так сказать, нацеленное, так далее. А вот сами россияне, не знаю, как это оценивают. Но россияне мало анализируют, на самом деле, об этом говорилось много, да, о том, что не анализируются людьми и накануне выборов. К сожалению, не всем свойственно анализировать, доходит порой информация только через твой кошелек, когда вдруг нужно идти, а денежки-то в кошельке маловато на то, чтобы купить даже элементарные лекарства, там, продукты или еще там что-то для детей. Поэтому сегодня, да, выборы будут. У нас нет графы против всех. Но посмотрите, какая тенденция. Вот выборы губернатора, которые состоялись. И надо понимать, что сегодняшнюю политику, сегодняшнее соотношение, не поддерживают 83% населения. Мы говорим о тех людях, которые проголосовали ногами, не пришли. Нет, нет, 13% активно, которые пришли и не поддержали. Естественно, и 70%, которые остались дома. Вот если сегодня власть не осознает этой ситуации, я не хочу быть оракулом, так сказать, или накаркать что-то плохое, но надо действительно понимать, что надо заниматься и реальными делами внутри страны. Ну, я думаю, выборы президента покажут, но примерно какая явка будет. Обычно на выборах президента она бывает все-таки выше, чем на региональных выборах. Насколько я помню, говорилось там около полугода назад, что чуть ли не 70% в России. Руси должны прийти на избранные участки. То есть уже команда дала, а дана отмашка, да. Есть разные способы, которыми хотят их туда заманивать, вплоть до региональных референдумов о переименовании каких-то населенных пунктов, еще что-то, еще что-то. Посмотрим, что будет в Кировской области. Ну, давайте все-таки к нашим проблемам, таким местным, обратимся к проблемам, не знаю, к задачам, к решениям. У нас на прошлой неделе Игорь Васильев встречаясь с журналистами, на прошлой неделе, даже пораньше немножко, 5-го, по-моему, это было декабря, анонсировал 5-7 приоритетных проектов, которые должны появиться в Кировской области, по примеру, национальных приоритетных проектов, если помните, были такие, да, по-моему, Медведев за них как раз отвечал когда-то очень давно. Вот 5-7 проектов, 5 было названо, это проект в сфере сельского хозяйства, да, программа миллион тонн молока, это опорные школы, это здравоохранение, то есть развитие бережливых поликлиник и медицинского туризма, привлечение к нам сюда иногородних пациентов, да, и взимание с них денег, которые остаются в бюджете наших учреждений здравоохранения. Еще проекты были анонсированы в сфере биотехнологий и в лесном комплексе, но там не очень конкретно и подробно пока. Я бы хотела с вами поговорить, во-первых, про опорные школы. Вот насколько эта идея вам кажется целесообразной. С одной стороны, вроде бы выглядит она хорошо. Ребята, которые живут в отдалении от районных даже центров, уж тем более от Кирова, получат возможность общения какого-то с талантливыми педагогами, пусть дистанционным, пусть там может быть не каждый день, когда он сможет к ним приезжать, но тем не менее уровень их там, и глаза загорятся, и прочее, прочее, и прочее. Давайте так, вопрос. Я почему-то всегда, когда заходит об образовании, тем более сельские, у нас поселение, слово такое, которое с трудом выговаривается. Я всегда вспоминаю престуры по Беларуси. Была в трех престурах, то есть это было не то что разовый, показательный. У Лукашенко, я с чем сталкивалась, я об этом даже выступая здесь у вас не раз говорила. Мы где-то рушим устои семьи сельской, когда вот так вырываем детей, система интернатов, опорная, они приезжают и там, да, занимаются. И когда эти ребята, вот я помню, сочинение писали, что там у одной девочки сестренка родилась, и так хотелось маме помогать, там ей третий годик, значит, и все, ну вот она на все уезжает, на неделю все на выходные удается вернуться, у меня это очень мало и не хватает. То есть, как помогать семье, старшим, то есть, постоянно находиться вот в этой среде и традиция которой. И в то же время каждый нас может вспомнить свой класс. Все ли стремились получить, например, высшее образование? Много ли было ребят, которые уже в школе для себя выбрали? Таких было, я говорю, ну не знаю, может быть, Ну, вы знаете, у нас может быть наше с вами время непоказательное все-таки. Нет, это можно любой другой. И нынче... Сейчас, мне кажется, я могу сказать... специальностей совсем не язык. Наверное, всех этот ввод. Вот, кстати говоря, у меня... Не так? Да, у меня внуки, которым тройняшки, уже по 19-му году. Они не стали учиться, потому что они не решили, а что нужно, там, техническое, экономическое или юридическое. То есть, пока не определились с выбором. Да, вы раньше, вот как раз, раньше была четкая вот эта система, пока ты попробовал, если ты не поступил, у тебя есть какая-то специальность, ты поработал, на следующий год там поступил или в армию, во всяком случае, у тебя нет проблемы, а куда ты, если ты нет денег на то, чтобы учиться за деньги, не поступил на бюджетное, и никакой специальности это должен, а всем, в основном, хорошо бы получить уже готового. У кого-то вот эта легкость получения этих денег, там, с помощью каких-то, ну, не облагаемых налогом зарплат. То есть, работа в теневой, да, где-то, сфере. Поэтому я бы не сказала, что, ребят, это сегодня от безысходности, да, родители, куда он будет делать, болтаться, значит, давайте там все уж, корову продадим, там, или еще как-то деньги, лишь бы он, пока в возе 5 лет, потом, глядишь, что-то у него прояснится, и он куда-то устроится. Поэтому я не считаю, что это вот уже у всех, что нужно, высшие, и никуда, так сказать, только это стезя. А в Беларуси по-другому. Ребята, которые в школе уже хотят изучать какой-то предмет, то есть, они уже определились, у них техническое, у других, может быть, там нужно английский, история, общество знаний и так далее, да. Так вот, они их собирают раз в неделю, по субботам, этих ребят, кто хочет, и с ними занимаются преподаватели, вот как в опорных там вузах, или нет, приезжают, тем более, сейчас и дистанционно, надо посмотреть, какие агрогородки, там езжать никуда не нужно, потому что все подключено, все интернет и так далее. И они себя не чувствуют, то есть, и преподаватели работают с ребятами, которые действительно хотят. Их не за уши притащили, что сиди, вот учись, может тебе когда-то там пригодится. Поэтому вот создавать опорные как, это то же самое, как мы получили, там сейчас переделанный в кадетский корпус, да, который просится, сколько он пустовал, когда сказал, вот туда, значит так. Но у меня у самой двое детей, уже пятеро внуков, да, я представлю, что я его там пятиклассник, или там сразу, куда-то бы отправила, что давай-ка ты учись. Чисто по-матерински, да, это когда уже он знает, что это ему надо, и так далее, может быть. Я не беру семьи, когда там проблема, что-то случилось. Ну бывает, конечно, в кадетской классе. или какие-то, да. Но это не оправдалось. Вот сейчас кадетский корпус, вот если уж там его, да, создают, ну, может быть, это и хорошо. А другая проблема образования. Если я не ошибаюсь, и ничего не изменилось, у нас вот на въезде в Коминтерн строят высоточку для детей-сирот. Хорошее дело? Ну, вроде бы да. А я задам вопрос. А концентрация таких детей из детских домов в одном месте, это как? Они все готовы к взрослой жизни? Ну, об этом говорилось, конечно, да, что эта проблема большая. Огромная проблема. Готовят их так-то. Огромная проблема. То есть это может быть, я не знаю, так сказать, общежитие, где должны быть воспитатели, которые наблюдают и смотрят, что все, не появляются, так сказать, там проблемы не только со здоровьем или с негативными, там, другими явлениями, которые в нашей жизни очень часто ребята не готовы. И очень много людей, которые около них, а почему бы там, типа, притончика не устроить и так далее, и так далее. Так может лучше, что они в одном месте, по крайней мере, под присмотром не будут все. То есть в один дом присматривающий есть такая гарантия. Вот здесь, в данном случае, надо было, наверное, и сотрудников полиции, так сказать, как они это оценивают, что из этого где-то будет получаться. Вот эти решения принимаются, вопросов возникает гораздо больше. Не хочу еще раз, так сказать, что-то там нафантазировать, но у нас ребята, которых вот так поселяли где-то вместе, возникали всегда эти проблемы. Каким образом решать? Ну, это, наверное, из социальной службы образования все доводить до конца должны. Решать их проблему, безусловно, надо. Но в бюджете на будущий год, насколько я знаю, эту строку на детей, на жилье для детей, ее сократили. Или нет? Да, поэтому вот сегодня кому-то повезет, а как будут решаться другие проблемы? Проблема ведь еще в чем? Если раньше предоставление по месту нахождения или откуда ребенок, или, значит, идет. Сейчас они вправе в области выбрать любой местный пункт. Населенный пункт. Да. И в основном, конечно, где легче найти, да, больше, так сказать, развлечений, и легче, может быть, найти работу или на учебу где-то устроиться. Поэтому непривлекательность других, которые бы сказали, ребятам, вот ты получаешь профессию, вот тебе жилье, и ты можешь работать, вот тебе гарантии. Поэтому, когда мы говорим вот о промышленной экономике, вот они, готовые ребята, которые надо привлекать. Их там поселили, их могут чем-то занять. У нас там какие-то промышленные, чтобы они не тратили время на дорогу, на транспорт, и могли быстро куда-то устроиться и начать зарабатывать. Мне кажется, место расположения дома выбиралось не исходя из наличия предприятия, а исходя из того, что там дешевле, чем в центре города. Вы же понимаете. И сразу рождая другую проблему. Есть определенное количество денег, которые может заплатить бюджет за квадратный метр. Да. И сразу мы рождаем следующую проблему. Куда вот этих ребят и где? Потому что сюда, привлекая в область, сразу возникает проблема. Мы должны, мы все должны, для того, чтобы, ну, если как обыватели, чтобы нам спокойно жилось, у этих ребят должно быть занятие. Чтобы они не искали незаконный способ, да, для существования каких-то денег, там и так далее, средств, а могли заработать, получить и в нормальной обстановке дальше продолжать развиваться и жить. А какие? Когда вот мы начинаем концентрировать, так вот, ребят, раньше были наставничества, если ребята из детского дома, я узнал ее по маршрую заводу 1 мая, тогда были наставники комитета комсомола, тут все, чтобы он, если у него нет, вернее, среднего образования, вечернюю школу, давай там, начитать отчеты, связь. Поэтому, это очень важный вопрос. В общем, присматривать надо. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, у нас в эфире в программе «Особое мнение», сделаем перерыв на рекламу и вернемся в студию. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат законодательного собрания 5-го созыва, у нас в эфире, мы продолжаем «Особое мнение», говорим о приоритетных региональных проектах. Ну вот, об образовании закончили до перерыва. Марина Сергеевна, думаю, надо как-то вот немножко с темой образования уже соскочить, потому что, ну, просто вот, ну, если мы в этом более внимательно начнем разбираться, никакого времени не будет. Потому что образования связаны с другими сферами. Конечно, конечно. Еще вопрос от нашего слушателя по поводу здравоохранения. Пишет он, что невозможно попасть к врачам, это какой-то беспредел. «Вертолеты летают, замечательно, а как бы тем, кого на нем не возят», спрашивает Василий. Вот. И здравоохранение, я напомню, это тоже один из приоритетных региональных проектов, как было заявлено Игорем Васильевым. Вот. Я, честно говоря, в больнице не очень частый ходок. Я не могу судить, насколько вот изменилась ситуация за последний год. Я могу сказать, что в моей поликлинике ремонт, и в связи с этим очень много проблем, начиная от очередей в лабораторию, которые выросли, там, не знаю, раза в три, наверное, да, вот, потому что все это достаточно медленно происходит. При этом, возможно, это временное явление. Ну, так скажем мы с вами, наверное, я тоже достаточно редко бываю в поликлиниках, стараюсь на самом деле за своим здоровьем, насколько это возможно. Но, когда, вот, поликлиника, в которую возили, там, из Харцова президента, да, показывая, это на Циолковском, вот буквально позавчера у нас ударили морозы, оттуда пошли звонки, оказывается, спроектированы двери так, что там же поток в поликлинике был постоянно. Постоянно открывается, закрывается. А двери открыты. И вот, когда стоят работники, сотрудники этой поликлиники, которые должны выдавать наши, на ноги, они промерзшие совершенно. И весь первый этаж, где достаточно много кабинетов, там, и регистратуры, там, анализы сдают, там, или еще какие-то, выстужено напрочь. Вот. А у нас еще морозов-то больших не было. Ну, где-то 10, там, 12 градусов от Ледокировской области, это мороз. Так вот, эта непродуманность этих ремонтов, южный вариант, или кто там решил, что по одному или по два там заходят, хотя бы они друг против друга, эти двери должны находиться, были. Вот результат, так сказать, такого ремонта. И когда тоже звонили, рассказывали, приходили, первое время, там же белоснежной полуплиткой все это выложено, все в бахилах, был, наступил момент, когда бахилы кончились, и людям, пациентам предлагали, вот вы там из использованных выберите себе что-нибудь почище, чтобы можно пройти. Ну, вот сейчас бахилы появились, но все выморожено. Другое, когда сами врачи говорят, 6 тысяч рублей платили за квадратный метр росписи в самой поликлинике, и не хватало средств на бесплатные лекарства инвалидам. Вот когда такая идет через полосица, об этом сами врачи говорят, им тоже это, они неравнодушные люди, чтобы так наблюдать, тем более к ним приходят и с них требуют эти рецепты на бесплатные лекарства, а денег нет. Сейчас пытаются как-то решить, я не могу вот последнее сказать, но вот привела пример по этим дверям. Поэтому, может быть, это красиво, может быть, но попасть к врачам, когда ты звонишь в службу общую, там тебя направляют, ты должен кому-то подойти и так далее. Но мне бы так сказали, вот здесь один вопрос, а остальных-то, видимо, устраивает. То есть люди свое мнение, ну вот так вот, пожаловаться так, они открыто не заявляют. Нет, на самом деле у нас есть звонки в студию, очень много звонивших было. Вот когда это много звонивших. Обычно это бывает после того, как кто-то из ответственных за медицину приходит к нам в душе. Вот в этом-то и дело. Должны быть услышаны эти люди, и это не частный какой-то один случай, что его не пустили там, или он не смог попасть в врачу, а это массовое явление. Рассказывайте, как вы будете решать эту проблему. Поэтому в здравоохранении достаточно проблем. Медицинский туризм, что вы думаете по этому поводу? Заманивать сюда и на городе? Для меня сегодня очень важно посмотреть, а насколько удовлетворены в лечении, в получении этого лечения медицинского наши жители. Ну, говорится, видите, что полученные деньги от лечения иногородных пациентов пустят на развитие нашего здравоохранения. Если бы и кабы и так далее, вот расчеты какие-то, как бизнес-план, он вот есть, насколько он себя оправдает. А здесь Агаев вчера то же самое говорил, что нужны цифры. Я его не слышала. Покажите, я понимаю это. Поэтому я всегда, что начинали вот этот терраспорт, который сенаторов там приезжал, я все просила, покажите расчеты, из чего вы хотите это что-то получать и как хотите сделать. Точно так же здесь. Это пока, пусть даже если цифры, на чем они основаны. То есть надо смотреть, ну, не знаю, депутаты будут так собрание, насколько подробно в этом поддерживать. Поддерживать, да. Поэтому все нацпроекты красиво они звучат, что на самом деле у нас нет, Леон говорил, учет и контроль. Хоть как назовите этот проект. Патриотический, национальный, государственный. Вы покажите, как вы осуществляете контроль за этим нацпроектом. Чтобы не было, мы даем преференции, льготы там определенным, они ничего тут же перепродают и сдают в аренду. Там, если вот Алисак был, у нас многие заходили, да, в лесную промышленность и по проектам. И хорошо жили, потому что там где-то от 60 до 170 рублей они сдавали кубометр, а фактически по стоимости там до 400-500, но это уже года полтора назад, сейчас, наверное, еще ценой. Вдоруссия. Да. Поэтому во всех делах действительно должен быть что-то контроль. У нас его я особо не вижу. Хорошо. Я очень надеюсь, что пришедший к нам Дмитрий Александрович Курдюмов на эти вопросы, возникающие в ходе наших эфиров и от наших слушателей, ответит. Еще одна тема, которую хотелось затронуть, посредственно связанная с темой здравоохранения, темой экологии. Да, вот мы говорили с вами про полигон в Костино в перерыве. Вот дело в том, что пусть в Рио там губернаторы... Это задача на следующий год, я так понимаю. Дело в том, что год уже прошел. Вот если это у нас по-советскому мы имеем печальный, когда даже полигон встали в 500 метрах от того точки, где он должен был быть, он вдруг перенесся, так сказать, да, и когда там известняки и даже государственная экспертиза, они отказались, что да, недостаточно эффективно, вернее, компетентно, может быть, там было проведено и достаточно глубоко исследовано, что там в Осинцах и как. Но у нас год прошел. Костино уже, хотя говорили в прошлом, что он там месяц-второй, уже год проходит. Куда это ведь, я не знаю, нам в Западе, Италию, по-моему, показывали, когда все эти улицы были заполнены. Они уже у нас сейчас, там у контейнеров собирается очень много мусора. Вот это, наверное, можно говорить на многих проектах, но я пока этот проект не увидела по экологии. По Осинцам вы имеете в виду? Вообще по полигону ТБО? Вообще, потому что это всей области касается. Это проблема, которую мы же сами создаем, этот мусор, он у нас никуда не денется. Переработки у нас нет, к сожалению, пока. И когда мы с Щерчковым говорили о том, вот в Польше седлится небольшой городок, у них сделали заводик по переработке этих отходов, нам сказали, это слишком дорого, это нам не по силам. Вот прошло сколько уже лет, наверное, 6-7, и до сих пор нам не по силам. А проблема, она не уходит, она наоборот только назревает. Поэтому во всех этих проектах нерешенность, вот эта некая как-то инертность в их решении, она никому не на Польше. Цифры, 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 и поскорее, все-таки, как-то, подинамичнее, да, решать эти все вещи. Так потому что они уже вот сегодня стоят. На пороге. Уже наступают на пятки. Точно. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат законодательного собрания Пятого Сазеева, была в программе «Особое мнение». К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Марина Сергеевна, спасибо. Вам всего доброго. С наступающим. Дом года всех.